Добрый день, прошу прощения, что заминочка такая была. Итак, известно, что прогрессия злокачественных опухолей зависит не только исключительно от собственных характеристик опухолевых клеток, но и во многом определяется и регулируется опухолевой стромой. Считается, что прогрессия опухоли требует постоянного взаимодействия опухолевых клеток с опухоли ассоциированными фибробластами, КАВС. При этом опухолевые клетки индуцируют и поддерживают активированный фенотип фибробластов, а фибробласты обеспечивают опухолевую прогрессию, в том числе через ремоделирование внеклеточного матрикса, метаболическое репрограммирование опухолевых клеток и эпителиальный мезонхимальный переход. Целью нашего исследования велось изучение ряда функциональных характеристик опухоли ассоциированных фибробластов для установления их влияния на опухолевые клетки. В работе задействованы библиотечные линии коваректального рака человека, фибробласты выделены из кожи человека и КАВС выделены из образцов опухоли пациентов. Была проведена оценка инвазивной активности пяти стандартных культур коваректального рака по скорости зарастания монослоев в течение 72 часов, по способности образовывать сфероиды, по росте сфероидов в матригеле. Также проведен анализ экспрессии маркеров ЭМП, Екатгирина, Виментина и маркеров активации фибробластов, ФАП и Альфа-СМА. Оценку экспрессии проводили иммуноцитохимическим методом. Исследование выполнено, как вы видите, на моделях инвитро. Это была модель экокультуры фибробластов и опухолевых клеток и соответствующих монокультур. Также оценивая способность фибробластов структурировать коллаген для разработки трехмерной модели опухолевой, мы использовали коллаген первого типа, нормальные фибробласты и клеточную линию HT29. Для изучения функциональных параметров использовали двухфотонную флюоресцентную микроскопию с генерацией второй гармоники. По совокупности анализированных параметров нам был сделан вывод о том, что наименьшей инвазивностью обладает линия HT29, которой свойственна наименьшая миграционная активность и отсутствие признаков ЭМП. Линия SV480 была охарактеризована как наиболее инвазивная, поскольку для нее была характерна высокая скорость заживления монослоя, отсутствие способности формировать сфероиды. Также для нее характерны признаки ЭМП – это потери экспрессии Екатгирина и наличие Виментина. Линия HT116 была охарактеризована как промежуточная, поскольку наряду с высокой миграционной активностью для нее была характерна способность формировать сфероиды. И иммуноцитохимические данные об экспрессии маркеров ЭМП также показали промежуточные результаты. Также в ходе работы нами были выделены опухолеассоциированные фибробласты из образцов опухолей пациентов и нормальные фибробласты из кожи человека. На представленном слайде видно, что КАФС имеет неправильную распластанную форму, в то время как нормальные фибробласты имеют правильную вертиновидную форму. Оба вида фибробластов экспрессирует мезонхимальный маркер Виментин. Дополнительно была продемонстрирована экспрессия маркеров активации – это ФАП и Альфа-СМА – у опухолиассоциированных фибробластов. И по сравнению с нормальными фибробластами у них такой экспрессии не наблюдалось. Известно, что ФАП – это серийные протезы, которые отсутствуют в нормальных тканях и присутствуют либо в эмбриональных, либо в опухолевых тканях. И экспрессия ФАП наблюдается только у активированных фибробластов опухоли, которые как раз содержатся более чем в 90% опухолей. Белок Альфа-СМА также является маркером активированных фибробластов и может экспрессироваться как в миофибробластов, так и в опухолиассоциированных фибробластов. Для оценки активации нормальных фибробластов при кокультивировании с опухолевыми клетками были получены кокультура фибробластов с клетками колоректального рака стандартных линий HT29, HCT116 и SV480. Совместное культивирование клеток проводили в течение 7 дней, затем клетки окрашивали антителами ЭПКАМ, ФАП и Альфа-СМА. По данным энцетохимического окрашивания во всех трех исследуемых кокультурах регистрировалась экспрессия и ФАП, и Альфа-СМА у фибробластов по сравнению с монокультурой фибробластов, где экспрессия указанных белков не была обнаружена. Кроме того, экспрессия как ФАП, так и Альфа-СМА была выше при совместном культивировании с клетками более инвазивных по результатам предыдущих экспериментов линий HCT116 и SV480, чем с клетками линий HT29. Также на увеличенных флюоресцентных фотографиях, изображениях мы можем видеть, что Альфа-СМА регистрируется флюоресцентный сигнал в кокультурах фибробластов и HT29, преимущественно в ядре клеток. А также в ряде работ показано, что экспрессия ФАП в строме ковректальных опухолей пациентов коррелирует с негативным прогнозом. Таким образом, в результате нашего исследования показана активация нормальных фибробластов под влиянием опухолевых клеток и изменение их фенотипического и функционального статуса. Также нами исследованы в динамике процесс структурирования коллагена и его оптические свойства под влиянием опухолевых клеток и фибробластов в процессе их взаимодействия в модели клеточных кокультур на гидрогелях коллагена. Показано, что монокультура опухолевых клеток и инвитро практически не способна структурировать коллагеновый гель. Регистрируются низкие ГВГ-сигналы и структура геля не визуализируется. Монокультура фибробластов и кокультура опухолевых клеток и фибробластов способны структурировать коллагеновый гель, однако образуемые ими структуры отличаются. В кокультурах волокна коллагена собирались в пучке большего диаметра и протяженности и при этом были ориентированы в одном направлении. В то время как в монокультуре фибробластов волокна имели меньший диаметр и формировали сеть. На основании проделанной работы нами были сделаны следующие выводы. Показано, что кавсы, нормальные фибробласты, отличаются морфологией и маркерами активации. Установлено, что при совместном культивировании происходит увеличение экспрессии ФАП и Альфа-СМА у нормальных фибробластов, что приближает их по свойствам кавс. Также разработана трехмерная модель опухоли на основе коллагенового геля, позволяющая проследить динамику структурирования коллагена и оценить его оптические свойства. Установлено, что для эффективного структурирования коллагена необходимо взаимодействие опухолевых клеток и фибробластов. В заключении нужно сказать, что, учитывая существенную роль опухолевой структуры в канцерогеназе, кавсы и их взаимодействие с опухолевыми клетками рассматриваются как потенциальная мишень для новых методов противоопухолевой терапии. Благодарю за внимание. Продолжение следует...